как ведут себя знаки зодиака в состоянии алкогольного опьянения состояние алкогольного опьянения может проявляться у разных людей по-разному характер и поведение в таком состоянии могут зависеть от личностных черт индивидуального опыта и окружающей обстановки астрология предлагает интересное понимание того как каждый знак зодиака может вести себя в состоянии алкогольного опьянения в этом выпуске мы рассмотрим какие черты проявляются у разных знаков зодиака под воздействием алкоголя овен люди рожденные под знаком овна могут стать еще более эксцентричными и бесстрашными в состоянии алкогольного опьянения они могут становиться более спонтанными проявлять свою энергичность и веселье несмотря на наличие влияния алкоголя однако они также могут столкнуться с проблемой недостатка самоконтроля и риска оказаться в неожиданных ситуациях телец тельцы как правило остаются спокойными и уравновешенными даже находясь под воздействием алкоголя они могут наслаждаться разнообразной едой и напитками но обычно умеют контролировать свои действия однако алкоголь может сделать их более экспрессивными в выражении своих эмоций близнецы под воздействием алкоголя близнецы могут стать более общительными разговорчивыми их уже живое общение может стать еще более пестрым и разнообразным. Однако из-за своей наклонности к неудержимости в выражении мыслей, они могут сказать что-то, что потом пожалеют. Рак. Раки в состоянии алкогольного опьянения могут стать более эмоциональными и открытыми. Они могут выразить свои истинные чувства и эмоции, которые обычно скрывают. Однако слишком большое количество алкоголя может сделать их уязвимыми и даже печальными. Ляв. Львы могут стать еще более эксцентричными и театральными в состоянии опьянения. Они могут привлекать к себе внимание и веселить окружающих своими выходками. Однако недостаток самоконтроля может привести к чрезмерному шоу и неуместным поведениям. Дева. Девы, как правило, остаются довольно осмотрительными даже в состоянии опьянения. Они могут продолжать следить за порядком и дисциплиной, что может сделать их менее экстравагантными. Однако они также могут стать более расслабленными и открытыми к общению. Весы. Весы могут стать более приветливыми и дружелюбными в состоянии опьянения. Они могут становиться более социальными и склонными к общению, находя общий язык с окружающими. Однако они могут также столкнуться с недостатком решимости и способности принимать быстрые решения. Скорпион. Скорпионы могут проявить более интенсивные эмоции и страсти в состоянии опьянения. Они могут стать более откровенными в выражении своих чувств и даже провокационными. Однако недостаток самоконтроля может привести к конфликтам и ссорам. Стрелец. Стрельцы могут стать еще более беспечными и веселыми в состоянии опьянения. Они могут проявлять свою игривую и оптимистичную натуру, поддерживая веселую атмосферу вокруг себя. Однако они также могут столкнуться с недостатком внимания к деталям и отсутствием терпимости к рутинным делам. Козерог. В состоянии опьянения козероги могут проявить более расслабленную и разрешающую сторону своей личности. Они могут отказаться от своей обычной дисциплины и позволить себе отдохнуть. Однако слишком большое количество алкоголя может сделать их нерешительными и даже меланхоличными. Водолей. Водолеи в состоянии опьянения могут проявить свою нестандартную и эксцентричную натуру. Они могут стать более открытыми к экспериментам и новым идеям. Однако их независимость и желание следовать своей интуиции могут привести к непредсказуемому поведению. Рыбы. Рыбы могут стать еще более мечтательными и эмоциональными в состоянии опьянения. Они могут углубиться в свои чувства и эмоции, позволяя себе более открыто выражать свои внутренние переживания. Однако недостаток самоконтроля может сделать их более уязвимыми и подверженными переплетению реальности и фантазии. Важно помнить, что поведение в состоянии алкогольного опьянения зависит от множества факторов, включая индивидуальные черты личности, количество выпитого алкоголя, настроения и обстановку. Эти астрологические тенденции предоставлены для развлечения и общего понимания, но не могут точно предсказать, как каждый человек будет себя вести в состоянии опьянения. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.